Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. С наступающим Новым Годом. Благодаря тому, что сегодня в Киеве наконец-таки пошел снег, у людей появилось праздничное настроение. И поэтому сейчас я вот нахожусь здесь в Киеве на Софийской площади возле главной елки страны. И у людей действительно появилось новогоднее настроение и улыбка на лице. Вот здесь действительно открылась новогодняя ярмарка. Вот-вот с минуты на минуту в 8 часов начнется концерт. А еще организаторы обещают, что будет в 12.00 некий сюрприз, о котором я постараюсь буквально за короткий промежуток времени узнать. И обещаю, что расскажу в следующем прямом... Постараюсь, во всяком случае, узнать. И расскажу в следующем прямом включении. Спасибо, Олег. Это был наш новогодний Олег Решетняк. Мы пообщаемся с ним еще через полчаса приблизительно и посмотрим, какого цвета будет у него нос тогда. А пока к новостям, потому что они сегодня все-таки есть. Полтора миллиона под елочку. В Одессе на крупной взятке погорела чиновница. И задержали ее прямо на новогоднем корпоративе. Подробности скандала в репортаже наших корреспондентов. Одесская областная госадминистрация. Здесь находится далеко не простой департамент развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Уже сегодня СБУ и военная прокуратура приоткрывают завесу. При ведомстве работал настоящий конвейер по вымогательству взяток. Схема классического отката. Государство направляет средства на строительство объектов в области. В данном случае поликлиники в райцентре. Но чтобы деньги поступили на счет подрядчика, нужно отстегнуть процент. Так Татьяна Марченко, руководитель департамента, и попалась. Свои послуги, так званые, она оценила у 10% от суммы бюджетного финансирования. 1 миллион 450 тысяч гривен, которые она удержала, после чего была затримана. Задержали прямо во время предновогоднего фуршета. Звучат тосты. На столе шампанское, конфеты. А в соседнем кабинете полтора миллиона. Денежные средства. Сейчас кабинеты опечатаны. На месте секретаря растерянный заместитель задержанной чиновницы Александр Бирюков. Который как раз и курирует строительство поликлиники. Уверяет, ничего подозрительного не видел, не слышал. Не было признаков ли такого? Ну, я выполнял команды руководства, скажем так. Дальше больше. Обыски прошли сегодня и в других ведомствах. В том числе в кабинете Александра Резника. Советника Михаила Саакашвили. Дело в том, что подпись Резника стоит на документах, которые фигурируют в деле. Я бы не хотел ничего комментировать. Сам Михаил Саакашвили в фейсбуке тут же объяснил. Задержанная Марченко в свое время не прошла конкурс, чтобы остаться на занимаемой должности. Но, как положено по закону, исполняла обязанности главы департамента, пока ищут нового начальника. А вот одесские активисты еще с лета точат зуб на чиновницу. Особенно те, кто ведет проблему долгостроев. Говорят о том, что в департаменте инфраструктуры и ЖКХ процветает коррупция, заявляли не раз. Мои ощущения, что это организованная преступная группировка, они получили полное подтверждение. Суд уже избрал меру пресечения для Татьяны Марченко. Два месяца ареста. Однако, ее могут отпустить из-под стражи под залог около трех миллионов гривен. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Генеральной прокуратуре сегодня заявили, что собраны все доказательства вины бойцов батальона «Торнадо», которых подозревают в совершении тяжких преступлений. Есть фото и видео. Я напомню, вчера восьмерых участников АТО, Абалонский райсуд столицы, оставил под стражей еще на два месяца. И принял решение рассматривать дело, по сути, в закрытом режиме. Такое ходатайство подали следователи военной прокуратуры. По их словам, есть эпизоды, разглашение которых может нанести вред потерпевшим. Автомобили, перевышение службовых повноважений, опер по правоохранным органам. Им загрожают от 10 до 15 лет. И сегодня в апелляционном суде Киева продолжилось слушание дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Отпустили ли одного из подозреваемых Андрея Медведько под домашний арест, узнаем у Ольги Теребинской. Уже в четвертый раз в зале апелляционного суда собрались сотни людей. Адвокаты, прокуроры, судьи, охрана и активисты. Именно здесь решали, сменить ли меру пресечения Андрею Медведько в содержание под стражей на домашний арест. Напомню, 16 апреля возле собственного дома застрелили украинского писателя Олеся Бузину. Летом задержали двоих подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука, которого суд отпустил под домашний арест еще 9 декабря. Вчера, после 8-часового заседания, прослушивания аудио- и видеопоказаний свидетелей, выступления адвокатов, самого подозреваемого и нардепов, которые готовы были взять Андрея на поруки, суд объявил перерыв. И уже сегодня все началось с выступления прокуроров. Просили отклонить ходатайство защиты. После еще нескольких вопросов прокурорам суд удалился в комнату совещаний. И вот через полтора часа постановление. Андрея Медведько освободили сразу же в зале суда. После того, как Андрей с адвокатами получили постановление суда на руки, он вышел к родным и друзьям. Адвокаты рассказывают, на этом их работа не заканчивается. Они будут и дальше защищать Андрея Медведько и Дениса Полищука. И всячески помогать следствию в поиске настоящих убийц Олеся Бузины. Мы как продолжали работать, так и будем работать. На том, чтобы хлопцы были освободены вообще от каких-то звеневаний, для того, чтобы они могли продолжить жизнь полноценными членами нашего общества. Под круглосуточным домашним арестом Андрея Медведько пробудет до 31 января. Ольга Теребинская, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. А вот для водителя Александра Амельченко прокуратура будет добиваться содержания под стражей. Там уже подали апелляцию на решение суда, отправившего его под домашний арест. Напомню, автомобиль бывшего мэра столицы 20 декабря сбил в Киеве женщину. Через три дня пострадавшая скончалась в больнице. Вину на себя взял водитель Амельченко Анатолий Нищук, заявив, что он находился за рулем в тот момент. Крым снова погрузился во тьму. Вчера вечером единственную работающую лэп, связывающую полуостров с материком, снова взорвали. Уже сутки север полуострова обесточен. Кто оставил его без электричества? Подробнее Кирилл Ющишин. Лэп Каховка Титан. Единственная линия, которую позволили отремонтировать крымские татары после блэкаута полуострова. Несколько недель она работала на полную мощность. Вчера вечером одну из опор вновь взорвали. В этот раз не на границе с Крымом, а буквально в 20 километрах от Каховской ГЭС. Сегодня весь день ремонтники Укрэнерго устраняли повреждения. Их всех экстренно вызвали на работу. Лично у меня заказан ресторан. Деньги заплачены. Видите? Какой облом. Если все будет получаться, значит к Новому году мы должны закончить. Это речь идет о восстановлении денег. О подаче я вам не могу не подпишись. На месте подрыва утром работали эксперты взрывотехники. Они обнаружили возле упавшего столба обломки снаряда от миномета. Об умышленном повреждении ЛЭП свидетельствует и воронка, которая образовалась у основания опоры. Полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение имущества путем подрыва». Крымские татары, которые организовали первую энергоблокаду, в этот раз ремонтникам не мешают. Ни одного активиста за целый день на месте не было. В штабе блокады опровергают свою причастность к подрыву. Сегодня официально в ноль часов, в ноль минут сегодня выключают свет Украинерго для Крыма, потому что контракта нет, а тот контракт, который есть, он прекращает свои действия. Все, поэтому что-то взорвать сегодня никакого смысла не было. Из-за повреждения ЛЭП Крым встречает Новый год в режиме экономии электроэнергии. Окупационные власти призвали жителей полуострова не включать энергозатратную бытовую технику, чтобы в новогоднюю ночь со светом были все. На полуостров вернули режим веерных отключений. С линии уже сняли часть троллейбусов. Частично обесточено городское освещение. А промышленным предприятиям лимиты снизили до минимума. В итоге сейчас Крым обеспечен электроэнергией только наполовину от необходимого. Кирилл Ющишин, Юлия Крючкова, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Херсонская область. Новым главнокомандующим Нацгвардии стал генерал Юрий Аллеров. Накануне его назначил президент. Петр Порошенко подписал приказ прямо на сцене в Академии Национальной Гвардии в Харькове, где во время своего визита. До этого Юрий Аллеров руководил западным подразделением Нацгвардии во Львове. Президент заявил, что генерал стоял у истоков Нацгвардии. Он настоящий патриот, а его сын служит в зоне АТО. Негарно, когда бы Нацгвардия входила в Новый год без командующего. Мы этого командующего очень долго ждали. Но я лично его знаю в самые важные времена, когда на фронте было непросто. В последний раз в мене с генералом Аллеровым Юрием Володимировичем отбывались непростые разговоры и на Сармате, и в Артемовске после выхода из Дебальцева. И я видел в твердости патриотизм этого генерала. В зоне АТО предновогоднее затишье. Всего один обстрел под Марьинкой. Но, несмотря на праздник, военные на чеку. О том, как будут встречать Новый год на Мариупольском направлении, расскажет Станислав Кухарчук. Поселок Павлополь еще месяц назад был серой зоной. Сейчас здесь почти мирная жизнь. Работает магазин, ездит автобус, да и местные жители уже не боятся выходить на улицу. До прихода украинских военных Ольга Петровна готовилась встречать Новый год по-спартански. В поселке даже не было хлеба. Говорит, накануне армейцы поделились с ней продуктами к праздничному столу. Правда, вот год она встретит без елки. Там пойдем в этот гелочок, ломаем, а сейчас страшно. То, что растяжка, будем без елки. А битки тихо. А потом будет все хорошо. Вот там, в балке, тот самый лес, где Ольга Петровна ломала сосновые ветки к празднику. И там начинается территория, подконтрольная боевикам. Без елки на Новый год и военные. Да и не до празднований, говорят, на передовой. В эту ночь ребята ждут незваных гостей с той стороны. В сопровождении пресс-офицера и взводного идем на нейтральную полосу. К месту возможного прохода диверсантов. Кругом растяжки. Это не нейтральная зона, это уже зона, в которой непосредственно перемещаются группы ДРГ, приходят в гости. Приходят маленькими группами. Одна группа занимается, отвлекает основные наши силы, вторая прорывается по правому флангу. В эту ночь на позициях под Павлополем дежурство в усиленном режиме. Да еще и под открытым небом. Блиндажи бойцы к Новому году просто не успели оборудовать. Лесоматериалы не подвезли. Праздник будут встречать в мерзлом окопе у буржуйки. Один облюдают, один греется. Дрова отыляем, рубаем. И так и греемся. Морозы пошли хорошие теперь. Ночью до 15, до 16. Долго не постоишь. На ветер сильный. И на высоте. Вот и греемся по очереди. Но на судьбу армейцы не жалуются. Говорят, отпразднуют, когда вернутся домой. 23 батальон витая с наступающим и праздником, и с Новым Роком, с Резвом Христовым. Слава Украине! Героям слава! Станислав Кухачук, Владимир Дедов, Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. С капельницами, катетерами, гипсом, нос с новогодним настроением. Как встречают в 2016-й бойцы, получившие ранения. Наша съемочная группа сегодня была в Днепропетровском военном госпитале. Это не классно. Нам подарили, если же, волонтеры елку. Мы там чуть-чуть подкорректировали ее. Яблочки повесили. На каждом этаже военного госпиталя своя елка. У кого-то наряжена фруктами, у кого-то игрушками, талисманами, привезенными из АТО. Новогодних красавиц ставили много, чтобы любоваться ими могли бойцы, прикованные к кровати. Сейчас здесь остались только они. Под Новый год все, кто может ходить, отпросились праздновать дома. Здравствуйте! Очень не поздравимая компания наступающим. Ярославу, 35, воевал под Донецком. В госпиталь попал со сложным переломом обеих ног. Здесь уже вторую неделю, но война снится до сих пор. Миша получил перелом позвоночника. Врачи говорят, ситуация серьезная. Сам пациент настроен оптимистично. До демобилизации ему всего месяц, но из-за травмы домой попадет не скоро. Сейчас в госпитале числится 150 человек. Врачи говорят, характер ранений изменился. Больше бойцов с бытовыми травмами и обострениями старых болезней. Пулевых и минно-взрывных ранений мало. Однако они более тяжелые. Ранения стали более изощренными. Это пулевые ранения, это снайперы. Попадание более прицельное идет. Диана старшая операционная сестра. За два года повидала всякое. Бывало, из операционной не выходила сутками. Каждого тяжелого пациента помнит до сих пор. Парень, который нам привезли в реанимацию, без сознания. И просто ему подошла, пока никто не видел. Знаете, подошла его, погладила по голове и говорю, Боже, ребята, спасибо. Такой молодец, ты все вытянешь. Он меня зажал за большой палец. И потом, когда он пришел в себя, он мне сказал, что я слышал. По госпиталю снуют волонтеры, работницы столовой, бодро звенят с посудой. В новогоднюю ночь бойцам не обещают рябчиков, и уж тем более шампанского. Но ужин готовят праздничный. Будет винегрет, будут фрукты, будут йогурты, апельсины, мандарины, яблоки. Вкуснятина какую-то приготовят. А это пока секрет. Этот день в госпитале, как любой другой, и все же не совсем обычный. Больные чуть чаще улыбаются. Чтобы закончилась эта война. Все были живы, здоровы. Чтобы все вернулись здоровы, живы, своим семьям, близким людям. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровск. В Брюсселе задержали 10-го подозреваемого в подготовке парижских терактов. Силовики арестовали мужчину в одном из районов бельгийской столицы, где ранее проживали предполагаемый организатор парижских атак Салаха Абдеслам и его брат. Арестованному 22 года. Его обвиняют в соучастии в убийстве и участии в террористической организации. Кроме него задержали еще двоих подозреваемых в подготовке терактов в Брюсселе, которые якобы планировались в новогоднюю ночь. В связи с угрозой новых нападений в бельгийской столице отменили традиционный праздничный фейерверк. Без фейерверков и салютов будут встречать Новый год и парижане. Местные власти решили отменить пертехническое шоу, а также сократить праздничные мероприятия и ограничить продажу алкоголя. На улицы города вывели 11 тысяч полицейских и сотрудников спасательных служб. Это на 2000 больше, чем в минувшем году. Несмотря на усиленные меры безопасности, в Париже много туристов, и они по-прежнему могут посещать достопримечательности. Мы сделали все, чтобы праздники прошли благополучно, но нужно быть предельно бдительными. Угрозы и риски никуда не исчезли, но пусть это не мешает нам встречать Новый год. В Соединенных Штатах празднование Нового года омрачено сообщениями о возможности терактов в одном из трех крупнейших городов страны. Насколько серьезна эта угроза и как к ней готовятся американцы, расскажет Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Внешне в Вашингтоне сегодня все та же привычная предпраздничная суета. Вот только для силовиков все поменялось, причем не только в столице. И виной всему просочившаяся в прессу информация о том, что в одном из трех крупнейших мегаполисов страны могут произойти теракты. И случиться они могут в канун Нового года. Утечку организовала всезнающая СНН. Их источник в Белом доме сообщил телекомпании. Силовики предупредили о такой угрозе президента Барака Обаму, а значит это серьезно. Ему доложили о возможных атаках в трех крупнейших городах страны. Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Вашингтоне. Пресса знает немного, а спецслужбы, чтобы не пугать американцев, не вдаются в детали. Известно лишь, что теракт может быть совершен в одном из этих трех городов. Данные такой вероятности силовики получили от своей агентуры среди исламистов. В ФБР тоже решили не сообщать деталей. Лишь в официальном заявлении призвали американцев не расслабляться во время выходных. Быть бдительными и сообщать обо всем подозрительном, что они увидят. Чтобы не портить людям праздники, усиленные патрули полиции на улице решили не выводить. Но все три города взяли под контроль. Усиленные патрули там, где они не особо заметны. На воде и в воздухе. В Вашингтоне, на реке Потомок, протекающей в нескольких кварталах, от основных правительственных учреждений, Конгресса и Белого дома, катера. В небо также подняли патрульные вертолеты. Они сегодня постоянно кружат над центром столицы и в Арлингтоне, в районе Пентагона. Но особое внимание к Нью-Йорку. Местные новости, вот посмотрите, выходят с крупными заголовками. Extra security. Повышенные меры безопасности. В центр города направили десятки тысяч полицейских и специальные подразделения по борьбе с терроризмом. Ведь только на Тайм-сквер встретит Новый год, соберутся более миллиона человек. И любое ЧП при таком скоплении чревато очень серьезными последствиями. У нас более 5000 офицеров только на Тайм-сквер, сотни дорожных полицейских. К тому же повсюду дополнительные мобильные камеры, детекторы химикатов и радиации. Специально обученные полицейские собаки будут искать взрывчатку. Мэр Нью-Йорка уже дал обещание сделать Тайм-сквер в эту ночь самым безопасным местом в мире. Подобные же обещания дают и в Вашингтоне. И очень хочется надеяться, что хотя бы накануне праздников все мы и здесь, в Соединенных Штатах, и дома в Украине сможем почувствовать себя в безопасности. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анупченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Небезопасным оказался полет для пассажиров авиакомпании Air Canada. 21 человек получил травмы во время турбулентности. Boeing 777 летел из Шанхая в Торонто, но совершил экстренную посадку в Калгари. Всех пострадавших, в том числе троих детей, доставили в больницы города. Всего на борту находилось 322 человека и 19 членов экипажа. Авиакомпания проводит сейчас проверку этого инцидента. Все было хорошо. Нормальный взлет и полет. Как вдруг началось. Всех и все стало сильно трясти. По салону разлетели с одеяла. Сильнейшие снегопады парализовали Стамбул. Из-за стихии там отменили сотни авиарейсов. Через Босфор не пускают паромы. Настоящий хаос на дорогах. Спасатели призывают людей не выходить на улицы без крайней необходимости. И не пользоваться автомобилями. К очистке улиц привлекли более 5000 работников коммунальных служб. И около 1000 снегоуборочных машин. Это не все новости 31 декабря. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Кому мороз не страшен, сколько украинцев, не испугавшись холодов, встречают Новый год в центре столицы. В чем сила, брат? На что в Польше ловят новогоднюю удачу? Украинские волонтеры работают без выходных в преддверии этих праздников. Во многом именно от них зависит, с чем и как встретят Новый год бойцы АТО. Что задумали в Буковинском волонтерском бункере? Узнаем у Ольги Поломарюк. Эту небольшую комнату волонтеры ласково называют бункером. Она уже давно стала пристанищем для всех благодетелей черновцов. В преддверии Нового года здесь кипит работа. Волонтеры собирают праздничные гостиницы для солдат. Боец 92-й реактивной батареи с позывным батя только вернулся с Востока. Пришел в бункер просить теплую одежду. Посмотрите, какого мы красавца сделали. Звезды! Супер! Вселяется какой-то такой дух. Дух и страх одновременно. Ты обязан, вот там, за спиной. Скольких бойцов в отделе АБУЛе волонтеры не считают. На фронт отправляют еду, медикаменты, оптику. Деньги целый год собирали на ярмарках и аукционах. А в преддверии новогодних праздников решили поднять бойцам боевой дух. Записали для них видеопоздравления. Дорогие наши родители, защитники. Я желаю в этом новом году как быстрее вернуться к тем, кто в вас верит. Идея такого поздравления принадлежит Марине Тимофейчук. Девушка посвятила солдатам песню «Ты не сдавайся». Знаю, что с тобой правда, с тобой вера, с тобой Бог. А ты не сдавайся, с тобой любовь. Солдат ждут, в них верят, за них молятся. Вот главная идея видео, рассказывает певица. Трехминутный ролик проникнуть любовью к защитникам. У нас есть другая оружие. У меня, например, это песня. И если оно достигнет, не только на Новый Рек, на Рездвяне Святой, и позже они переглянут. Верим в то, что все закинчится как наикраще. Своё видео волонтеры отвезут на фронт к Рождеству вместе с праздничными сладостями. Вы давайте кайфом. С тобой любовь. Вой, он с дрезвом тебе. Скорейше повертаетесь от додона. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. В усиленном режиме будут нести службы украинские военные в зоне АТО в новогодние праздники. На самом неспокойном направлении Донецком бойцы готовы к провокациям, но надеются, что все будет спокойно. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. Любовь, Снежана, Александра и сын Иван. Боец 93-й механизированной бригады перечисляет имена четырёх детей, которые ждут его отца дома в Черниговской области. Настроение боевое, праздничное. В блиндажах и на позициях люди, прошедшие сквозь огонь войны, чётко знают, чего желают в новом году себе и тем, кого защищают. Главное, чтобы у меня дети были живые, здоровые, женщины, братья мы все были живые и здоровые, невредимые. Вот, это самое главное. Да, подарки хватает всего, дякаем. Есть победа. Победа, это самое главное, чтобы было. Чтобы скорее быстрее закончилась война и вернуться живыми. Мира, всегда хочется мира. Чтобы наши близкие, родные, дочекались нас так, как мы пошли, чтобы так же мы назад вернулись. Надеюсь, что в другой Новый год мы встретимся дома, с семьями. Слава Украине! За прошедший год украинская армия превратилась в одну из сильнейших в мире, пополнилась новой техникой и, главное, от рядового до офицера все считают друг друга побратимами. Боец из Тернополя не думал, что именно так окажется на востоке родины. Мечта путешествовать по ней исполнилась немного иначе, чем представлял. Стало все так, что я больше часа на своей стране объездил с автоматом в руках. Что наши граждане по Украине ездили с автоматом, с оружием в руках. В глубоких бомбоубежищах на Донецком направлении готовы давать отпор врагу. Один побратим из Львова, второй из Днепропетровска. Едины в цели, за которую сражаются. К миру. В еще ничего не требуется. К миру и до дома. Хотя бы мир бил за нашими спинами. Новогодний праздник расслабиться армейцам возможности не даст. По данным спикера администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрея Лысенко, военные будут нести службу в усиленном режиме и готовы к любым провокациям противника. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Готовятся к встрече Нового года и те, кто сейчас временно вдали от дома. Это вынужденные переселенцы. Как они будут отмечать этот праздник и чего ждут от 2016 года? В репортаже Сергея Бордюжа. Модульный городок на окраине Запорожья словно большая коммунальная квартира. Здесь давно общие не только быд, но и праздники. К Новому году готовятся тоже дружно. Оливье приготовили, холодец сварили, салаты, для винерета варится все у нас. На кухне хлопочут только женщины, мужчин не видно. Хозяйки шутят, сильная половина отдыхает. Набираются сил для вечера, чтобы вместе с детьми собраться у елочки, которую наряжали всем миром. А это Лена из Пятой принесла. Пятилетняя Катя приехала с родителями из Авдеевки. Как и все дети, девочка верит в Деда Мороза и ждет от него подарков. Встречать праздник приготовилась в костюме маленькой феи. Взрослым желает мира, а себе новых игрушек. Вечером ждет в гости друзей. Есть там Кристина, Лиза. Ну, в общем, я влюбилась тут мальчика одного, Руслана. Он футболист тут. Не скучает накануне праздника и сосед Кати, пенсионер Николай Мухаммедов. В свободное время мужчина строит из спичек православные храмы. В новогоднюю ночь пенсионер решил подарить всем немного сказки. Клеит избушку на курьих ножках. Я не пью. А лучше я увлекаюсь. Я вот это сейчас раз и буду увлекаться потихонечку. Дома в родном Донецке бывший шахтер не был уже полтора года. Там остались дети и внуки. Общаются только по телефону. Сынок, здравствуй. Сегодня мне будешь показывать по интеру. Если можешь, посмотри, а. А у нас нет интера? Нету интера, да? Ой, плохо я. Вечером жители этого модульного домика соберутся вместе и за общим столом поднимут бокалы с шампанским. Чего здесь точно не будет, так это петард и салютов. Шла через двор, видела, что пацаны там маленькие взрывают петарды. Ну, в первый раз я, конечно, вздрогнула, а потом видела, что взрывают. И все равно аж типало как-то. Ну, перепух. Да, воспоминания оживила неприятные. Своих близких и друзей многие из жителей городка не видели более года. В новогоднюю ночь они непременно позвонят им, чтобы услышать родные голоса и обменяться пожеланиями. Ну, мира. Главное, я думаю, мира, здоровья. Веры, так сказать, что все это в новом году наладится, нет, но надежды есть всегда. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер, Запорожье. Предновогодний ажиотаж. Все нужно успеть, все нужно купить. Переполненные рынки, супермаркеты, взвинченные цены. Что покупают и какое настроение у людей в канун Нового года? Расскажет Олег Решетняк. Счастья, здоровья, всего самого наикращенного. С наступающим всех. 31 декабря. Предновогодняя суета и главный вопрос, как накрыть праздничный стол. Посмотрим, как его решают украинцы. С наступающим всех. Всем вам благ. Я же приехала к внукам. Внуки живут в Киеве, а бабушка в Минске. Так бабушка, конечно, с новогодним настроением приехала навестить и поздравить своих внуков и детей. И вас всех с Новым годом. Счастья вам и здоровья в Новом году. И благополучия. На одном из центральных рынков Киева, на улице почти минус 10, идет снег, но людей это не пугает. Быстрее можно купить и качественнее. С другой стороны, ты не знаешь, какой ест ты покупаешь и где удобнее, где ты понимаешь, где экономнее получится. Пенсию дали, лучшего не надо. Дякую за что. А вот сейчас очередя есть, например, на рынке? Нет, на рынке нет, а в магазинах везде, в банке очереди везде получат. А вот, кстати, об очередях. Это стоянка одного из гипермаркетов Киева, и здесь действительно даже нигде яблоко упасть. Сейчас на рынках, а сейчас в магазине покупаю. На рынке, допустим, я мясо беру, овощи, фрукты. Здесь такое, там, бакалею там. Мы в одном из гипермаркетов Киева. Тут снимать, конечно же, нельзя, но мы попытаемся. Восхищены, настроим людей. Снег идет, праздничное настроение. Похолодало, это уже приятно. Тяжелая. Ну, так килограмм, наверное. 7,5 килограмм. В маркетей приходишь, и ты берешь все, что тебе надо. Смотря за счет. Сразу на одном месте. И не надо бегать по бабушкам с местом на место, бегать с точки на точку. Поломалась палка, и мне надо был флашвабр. Себе подарок. Себе подарок такой могу сделать. Больше я другого подарка не могу сделать себе. Переполнены не только магазины, но и вокзалы. Не все украинцы любят оставаться дома в новогодние праздники. Куда они направляются за новыми впечатлениями? Материал наших корреспондентов. Зима на Закарпатье пока без снега, но туристов это не пугает. Все чаще отдыхающие, кроме лыжных костюмов, берут с собой купальники. Изюминка региона – чаны с водой на костре и термальные бассейны. Будем водные процедуры проходить. Термальные воды, чаны. Третий год подряд уже на Новый год нет снега. В основном на Закарпатье – отечественный турист. Из-за курса доллара за границей для многих стало недоступной. Наталья с мужем проживание и питание в Мукачевском отеле обошлось в 4 тысячи гривен за 5 дней. Мы без лыжных видим, что делать, особенно в этом месте. Ценовая политика в сельской саде коливается от 170 гривен. Есть заклады, которые продают лыжко-место за 1750 гривен с снегом. За 1 евро можно нормально победить. Места в большинстве закарпатских отелей до середины января забронированы давно. Запомненность была 100%. Вчера, сейчас, буквально, два номера. Я думаю, мы их продадим за несколько часов. Не протолкнуться и на улочках Ужгорода почти все туристы гуляют в центре. Здесь открыли рождественскую ярмарку. А это уже Львов. Дмитрий и Александр приехали из Винницы встречать Новый год с друзьями. Днем веселят прохожих на площади рынок. Тут клево, тут новоречный настрит, тут ярмарка. О том, что сегодня Новый год в городе, напоминает буквально все. Украшенные елки, праздничные огоньки и самое главное – туристы. Их тысячи. Кто-то делает фото у рождественского вертепа. Трички леворочи, трички. Стань. Так, так, так. Доброе, доброе. Кто-то выстаивает огромные очереди, чтобы попасть в знаменитые львовские рестораны. Белорусы Ян и Наталья тоже приехали во Львов. Рекомендовали с Украины, с Киева, что приезжали во Львов. Мы очень счастливы, что вообще реально приехали. Очень круто. Это того стоит. Туристы все условия сделаны просто офигенные. А вот места в ресторанах на новогоднюю ночь заняты все. Их бронировали еще сентября. Садковое меню, галецкая кухня, глонка, колбаски, язык запаченный в спондере с гарниром. С Новым Родом, братья, милю, в новом счастье, в новом силе, радостью, витаем вас. И божаем все успокоить в мире с братной любовью. И теперь мне на вам час. Не просто и с ночлегом, если не подумал об этом заранее. Мест и нема уже, можно сказать, до закинчения всех родственных свят. Единственное место, где можно отпраздновать Новый год без брони. Это главная елка города. Здесь же праздничная ярмарка и развлечения. Веселого Нового года желает Кристина Гошенко, Марина Ковалев, Юрий Голубинко. Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер. Как Ким Чен Ину удалось развеселить сегодня весь мир? Как борода привлекает удачу? И в какое зеркало не стыдно посмотреть на себя после праздников? Об этом не только в нашем обзоре. Пополнение землян. За этот год количество населения нашей планеты увеличилось на 1%. А это более 78 миллионов человек. По данным Управления переписи населения США, в 2016 шагнет 7 миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек. Первенства по численности остаются у Китая. На втором месте Индия. И тройку завыкают Соединенные Штаты. Зеркало из помпонов теперь реальность. Американец Данил Розин создал необычное устройство, которое способно отражать силуэт человека и его движения. Для этого он использовал 464 пары помпонов черного и бежевого цвета, управляемых светомотором. Зеркало, конечно же, не может отражать детали, к примеру, цвет волос или аксессуары на одежде. Но достаточно хорошо в нем виден силуэт человека. Фото северокорейского лидера вызвало бурю эмоций в интернете. Снимок, мягко говоря, получился уже очень странным. Ким Чен Ына фотографы запечатлели склонившимся над кроватью. В сети сразу же появились сотни мемов и футожап. В Пхеньяне объяснили, лидер всего лишь проверял качество матраца. Но интернет-пользователей в шутках уже не остановить. Самолет Air India из Мумбаи не долетел до Лондона. Все из-за грызуна на борту. Якобы один из пассажиров увидел крысу. Капитан лайнера развернул машину, хотя самолет уже находился в небе над Ираном. После приземления специалисты все осмотрели, но крысу не обнаружили. В компании объясняют, меры предосторожности были необходимы, поскольку грызун мог повредить электропроводку. Хитрости из мира животных. В Торонто енот мастерски стащил пирожок из кофейни. К витрине животное пробралось через окошко на потолке. Не спеша, обнюхав всю выпечку, енот выбрал себе пирожок и тихонечко благополучно скрылся. Хищника даже не смутили люди, наблюдавшие за ним. Бордатые мужчины к удаче в польском городке Словатычи знают, как привлечь фортуну в новом году. И уверяют, метод испытан десятилетиями. Пляки предлагают мужчинам надевать длиннющие бороды, маски, яркие шапки. И в таком виде, расхаживая по городу, всем желать удачи. Уверяют, пожелания обязательно сбудутся, поскольку борода символ долгой жизни и счастья. И уже новый 2016 год уже встретили в восточном полушарии. Первыми его поприветствовали жители Новой Зеландии. Затем Австралии. В Сиднее грандиозные фейерверки зажгли над мостом Харбор и оперным театром. Новый год также уже отмечают на Маршаловых островах и Камчатке. Ну и о том, как готовится отмечать Новый год возле главной елки Украины на Софиевской площади в Киеве. Мы узнаем у Олега Решетника. Он сейчас уже там. И, кстати, уже более получаса. Олег, на тебя холодно смотреть. Я надеюсь, что все остальные гости площади оделись потеплее. Что там нового? Наташа, вот тебе было интересно, какого цвета у меня... Давай, давай, давай. Вот так вот. Тебе было интересно, какого цвета у меня будет нос. Вот 10 минут назад мой оператор Володя Самченко сказал, что он у меня... Я уже как помидор, а я уже начинаю себя чувствовать настоящей сосулькой. Но вообще, несмотря на то, что действительно на улице приятный мороз, людей по-прежнему становится только больше. И я вам предлагаю послушать, что они говорят, увидеть их эмоции, что называется наяву. Хочется пожелать всем мира, добра, счастья, любви и всего самого хорошего. Витаю счастья, здоровья, всего насчастливого. Чтобы было бы все здоровье, даже в мире и в любови. Счастья, здоровья и чудес новогодних. Ну, а также я обещал узнать у организаторов, что же это все-таки за сюрприз. И мне... Ой, извините, у меня уже скулы от мороза сводят. Удалось мне таки узнать. Оказывается, секрет состоит в том, что вот между Софиевской и Михайловской площадью, это как бы символ женского и мужского начала, запустит огромное, большое, очень сердце, зеркальное сердце, которое будет символизировать любовь и мир. Мир, который все ждут, украинцы в следующем году. И вот организаторы говорят о том, что, ну, по надеждам многих, и в том числе людей, которые уже знают, что тут все будет происходить, что, возможно, это в будущем станет настоящей традицией. Вот я хочу пожелать, точнее, поздравить всех с наступающим Новым Годом. Студия. Спасибо, Олег. Возвращайся быстрее, мы будем тебя здесь все согревать, чем сможем. Ну что ж, чуть больше трех часов осталось до Нового Года. От всех подробностей я поздравляю вас с этим волшебным праздником. Радости вам в каждый ваш день, удачи в каждое ваше начинание. Сил и энергии в каждое ваше утро. Спокойствие и умиротворение в каждый ваш вечер. С наступающим 2016 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова